В Благовещенске здание автовокзала отцепила полиция из-за подозрения на бомбу. Возле кассы работники автовокзала увидели оставленную сумку, вызвали полицию, так как внутри забытой ручной клади лежал предмет с проводами. Около часа здание было оцеплено, автобусы в это время не выезжали. На месте работали полицейские, дежурили МЧС и скорая. Впрочем, подозрения на бомбу не подтвердились. В сумке лежала музыкальная колонка. Владельцы забытой вещи нашлись, сейчас оцепление снято. Автомобиль такси не пропустил грузовик на нерегулируемом перекрестке Пионерской и Пролетарской. Мини-грузовик двигался по улице Пролетарской в сторону Пионерской, таксист наоборот по Пионерской в сторону Пролетарской. На перекрестке легковушка не пропустила более тяжелого собрата по дороге, который шел по главной. От удара грузовика прокинуло на бок. ДТП на перекрестке Зейской и Комсомольской. Столкнулись Тойота Фонкарго и Мазда Бонго Фрэнди. Микроавтобус при повороте налево на светофоре не пропустил автомобиль такси, двигающийся по прямой навстречу. От столкновения лоб в лоб оба автомобиля получили сильное повреждение. Досталось и людям. С места аварии водителя и пассажирку такси увезли на скорой. Серьезное ДТП с участием трех машин произошло на пересечении Театральной и Северной. Митсубиси Лансер на перекрестке ехал по Северной прямо, Тойота Ной тоже прямо, но по Театральной. И не успев даже пересечь перекресток, получила удар в заднюю часть. Автомобиль от удара взмыл в воздух и приземлился на Тойоту Олеон, которая ехала навстречу. Все автомобили получили критические повреждения. Место ДТП все трое покинули с помощью эвакуатора. Водители не пострадали. ДТП с участием автовышки и Тойоты ФИТ произошло на перекрестке улиц Институтской и Контимирово. Малолитражка двигалась по улице Институтской от Студенческой к Контимирово. Проезжая мимо парковки, Тойота встретилась с производственной автовышкой, водитель которой сдавал назад, не убедившись в безопасности движения. При столкновении автовышка не пострадала. Кузов ФИТа по всей длине украсили глубокие порезы. В полиции сообщают о двух пропавших. По пути из Шимановска в Благовещенск потерялась Екатерина Гречко. А 28-летней женщины вестей нет уже два месяца. Приметы. Рост 169 сантиметров, среднее телосложение, черные средней длины волосы и карие глаза. 14-летний Ибрагим Гадоев пропал в Благовещенске. Мальчик ушел из дома на Контимирово неделю назад. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 169 сантиметров, худощавый, смуглая кожа, серые глаза, темно-русые волосы. Был одет в синюю олимпийку с красными лампасами, черную майку, синее спортивное трико, черные кроссовки. Информацию о пропавшем ждут в полиции. В сковороде немолодой человек решился на странную кражу. Из детского сада парень унес детский снегокат. Видимо, чтобы передвигаться по заснеженным северным улицам. Впрочем, сотрудники детского сада, обнаружив кражу, сообщили в полицию. Те, в свою очередь, оперативно разыскали преступника. Детское средство передвижения изъяли, а на его похитителя завели уголовное дело. Программа создана при содействии службы аварийных комиссаров «Автоэкспресс». Только качественные товары для ваших авто в сети магазинов «Автомаркет номер один». Аккумуляторы, масла, автозапчасти, аксессуары и многое другое. «Автомаркет номер один». Мы работаем напрямую с производителями. Улица Кольцевая, 67. Второй этаж. Улица Кольцевая, 67. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова